Бумба Гурам Джотович, старший научный сотрудник АБИГИ, доцент Абхазского госуниверситета, родился в 1956 году в городе Сухум, окончил в 1974 году среднюю школу номер 10, в 1978 году педагогический факультет Сухумского пединститута, в 1978-1984 годах студент Ереванского госуниверситета, с 1984 по 1987 года аспирант при ЕГУ, в 1987 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Расселение войнахских племен» Паш Харат Суйцу Бурам Гумба работал в Институте Истории Академии Наук Армении, преподавал в Ереванском госуниверситете, с 1989 года работает в АБИГИ и Афгазском госуниверситете, автор более 20 научных публикаций. И снова кафедра. Нашим телезрителям особенно интересны лекции телевизионные на исторические темы. Сегодня в аудитории в основном студенты и преподаватели исторического факультета нашего университета. Я надеюсь, что аудитория знает неплохо такие имена, как Тойнби, Марк Блок, Шпенглер и Гумилёв. Почему я это говорю? Они изучали не историческую конкретику, а философию истории. Сегодня в нашей лекции, я надеюсь, что будет сделана удачная попытка осмыслить прошлое и настоящее абхазской государственности. Знание прошлого – это понимание современности. Я часто цитирую Дмитрия Сергеевича Лихачёва. Я думаю, что вам не надо говорить, кто такой был Дмитрий Сергеевич Лихачёв. Итак, лекция о прошлом и настоящем абхазской государственности. На кафедре гость нашей программы – историк, кандидат исторических наук, талантливый учёный. Надеюсь, с его нестандартным мышлением у нас лекция сегодня пройдёт успешно. Горан Джотович Гумба. Добро пожаловать. Известно, что историческая наука играет колоссальную роль в формировании национального самосознания, отстаивании самобытности, выработке у народа веры, способность самостоятельного развития. Ещё большую значимость имеет история на Кавказе, поскольку этнопсихология, самосознание кавказских народов непосредственно связано с историей, свойственной кавказским народам. Уважение к предкам, глубинная историческая память, зафиксированная в преданиях, генеалогиях и эпосе формирует менталитет, тяготеющий к истории. Именно этим объясняется то, что в 20 веке становление и развитие абхазской исторической науки кавалось в непримиримой и неравной борьбе с грузинской историографией за право интерпретации своей же истории, право отстаивания самостоятельности истории и культуры абхазского народа. Не будет преувеличения, если мы скажем, что история стала ареной идеологических битв, где отстаивались национальные интересы. И абхазская историческая наука 20 века с честью выполнила эту задачу. Она стала столпом, одним из главных столпов абхазского национального субъективного движения, которое, как вы знаете, завершилось победой и завоеванием независимости Абхазии. Однако до настоящего времени мы вынуждены констатировать, что сама историография, сама наука абхазская, историческая наука, еще полностью не изучена, не исследована. А это очень актуально. Это очень актуально, потому что те направления, там методология, те различные взгляды концептуального характера, которые были, существуют, которые сегодня, они были выработаны именно в советский период. Они до конца еще, я бы сказал, не проанализированы, и им не дана научная оценка. Ну, это очень большая тема, это тема отдельного исследования. Мы с вами об этом сейчас полностью не можем охватить. Сегодня я хотел бы с вами поговорить об абхазской государственности, о существующих мнениях в историографии, о появлении ее, времени ее появления, причинах ее появления. Ну, я думаю, что также хотел бы поставить вопрос, который до сих пор в нашей исторической науке не было еще поставлено, попытаться на этот вопрос ответить. Сегодня, то есть мы сегодня должны на этот вопрос ответить, потому что этот вопрос очень актуальный, очень важен, потому что она, исходя из этого, исходя из этого, как мы на этот вопрос ответим, будет определяться, какую государство мы будем строить. То есть вопрос именно какой? Правоприемницей, какой государственности, наследником каких государственных традиций является нынешнее абхазское государство, республика Абхазии? Ну, вопрос этот непраздный, он не имеет такого теоретического, научного только характера, он не имеет прикладной характера. То есть от этого, как мы, наверное, вопрос ответим, мы ответим на вопрос также, на очень простой и очень сложный вопрос. Кто мы, откуда мы и куда мы идем? Что мы вообще хотим? Какое государство мы строим? Ну, прежде чем начать, я бы хотел определиться с терминологией. Терминологией государства и, то есть понятие государства и государственность, потому что эти понятия неравнозначны. Государство – это военно-политическая организация, обладающая суверенитетом, специальным аппаратом управления и принуждения, и обеспечивающая правовой порядок на определенной территории. Это механизм, это структура. А государственность – это целостная система взглядов, используемых в организации и деятельности государства. То есть государственность – это шире, чем понятие государства. Если государство – механизм, а государственность – это, скажем так, государство – мертвый механизм, а государственность – это душа, которая оживляет государство. Это морально-этические устои народа, это система взглядов, идей, едино-духовно-нравственные воззрения, которые олицебворяют это государство. И когда мы говорим о том, что этот народ имеет государственность, это означает, что тот или иной народ достиг социально-экономического, политического, культурного уровня, что он может уже создать свою государственность. Создать, естественно, на этой основе государство свое. Такой принцип – государство должно соответствовать государственности. Это обязательное условие. Именно вся гамма, вся цветовая гамма, которая существует в каждом государстве, они отличаются именно вот этим морально-этическим устоием, нравственностью этого народа, ее характерные особенности. В этом государстве это проявляется. И поэтому, когда мы говорим «государство», государство – это как универсальное понятие, ее типы и формы можно систематизировать. Бывают государства монархические, деспотические, восточные, рандефеодальные, республика, бывают формы унитарные, федеративные, конфедеративные и так далее. Но есть еще издание управления, президентское, парламентское, парламентско-президентское и так далее. Это все, государство – это все механизм. Но государственность у каждого народа своя. И своей государственности это государство отличается от других государств. И именно этим она обладает суверенитетом. Для нормального поступательного развития любого государства вот эти государственности и государства должны соответствовать друг другу. Как только они не соответствуют друг другу, начинаются противоречия, тормозится развитие, или мы как называем в политическом термине, кризис. А если ее вовремя не остановить, то появляется хронический кризис с неизбежным в таких случаях исходом. Я так более-менее подробно на этом остановился, потому что это очень важный момент. Еще раз повторяю, важный, потому что мы как-то, это не только в Абхазии, но в многих странах это упускается. Упускается, и очень много проблем из этого появляется. Мы еще к этому вопросу, еще чуть ниже, я возвращусь, когда буду говорить о современной абхазской государственности. Когда мы говорим о государстве, вы знаете, что в мире существует более тысячи народов. Но государства обладают не более двухсот народов. И не все из них, не все из них могут похвастаться тысячелетней непрерывной государственностью. Если мы берем сейчас нынешние государства, подавляющее из них большинство имеют историю 100-200 лет. А среди тех государств, народов, которые имеют тысячелетнюю непрерывную государственность, достойное место занимает абхазский народ. О времени и условиях возникновения абхазской государственности, я думаю, что здесь сидят историки, то, что существует в историографии, вы знаете, но обычно эти взгляды группируются против, вокруг двух направлений, скажем так, вокруг двух концепций, которые публично озвучиваются, они хорошо представлены в научной литературе. Первое, она заключается в том, что абхазский этнос представляется как один из древнейших в мире, многовековая история которого является результатом самостоятельного, внутреннего, закономерного, социально-экономического, политического и культурного развития в тесном взаимодействии с окружающим народом, с окружающим миром, в тесном взаимовлиянии. Древними абхазиями был достигнут высокий уровень для того времени материальной и духовной культуры, которое неизбежно привело к созданию государственности. Абхазское государство играло на протяжении многих веков очень большую роль, очень значимую роль на Кавказе и вообще на Черноморском побережье. То есть, эта концепция рассматривает абхазский народ как значимый субъект мировой истории. Я сейчас фамилии не буду говорить, кто это, как это и так далее. Это просто, да, вот, это просто общее представление, общие концепции, которые существуют, я вам об этом говорю. Вторая концепция, в основном, это грузинская концепция, рассматривающая истории Абхазии, тоже как самобытный народ. Ну, в некотором роде, но не имеющую самостоятельную политическую и культурную историю. А ибо история эта Абхазия создавалась в рамках большой Грузии, этнополитические и культурные истории грузинского народа. Ну, все, что происходило в Абхазии, это Абхазия составная часть Грузии, и развитие Абхазии, это только в рамках Грузии. Ну, вы знаете, что, да, что само Абхазское царство рассматривается по характеру как грузинское царство, которые, ну, некоторые рассматривают, да, там, различные направления, то есть в зависимости от фантазии уже грузинских историков, они рассматривают там отдельно, некоторые говорят, что с 8 по 10 было только Абхазское, потом с 10 уже грузинские, ну, это тоже некоторые Абхазские, тоже историки говорят, там, до 10 только Абхазское, потом уже грузинское. Или вообще Абхазии, там, Абсилы-то не Абхазии были, а Грузии были и так далее. То есть, другие говорят, что вообще Абхазцы были в XIV-XV веке, другие в XVII и так далее. То есть, это вы, в принципе, прекрасно знаете, потому что она очень хорошо освещается в литературе. То есть, ну, согласно этой концепции, Абхазия рассматривается как объект истории Грузии, но не субъект, вообще истории. Если указаны вот эти концепции, они на слуху, мы их хорошо знаем, но есть еще третья концепция, третье направление, которое очень, скажем так, редко озвучивается, редко обсуждается, но она имеет очень огромное влияние на историографию Абхазии. Она существует. Какова эта концепция? Эта концепция, скажем ее так, третья назовем, она тоже рассматривает Абхазию как самобытный народ со своей историей, со своей культурой, со своим языком. История Абхазии представляется вне рамок Грузии. То есть, очень научно обоснованно и очень резко критикуются претензии Грузии на Абхазию, на историю Абхазии, на древнюю, средневековую, современную Абхазию. Так, опровергается вообще вся грузинская историография, но в то же время, согласно этой концепции, Абхазии также рассматриваются как не имеющие своей самостоятельной политической и культурной истории. А социально-экономическая, социально-политическая и культурная история Абхазов является результатом влияния больших империй, больших народов и государств. Так, например, колонизация Абхазии, древними греками, римлянами, затем византийцами дали вплоть до России, представляется как цивилизаторская, как прогрессивная роль этих государств, способствовавшей развитию политическому, культурному развитию абхазского народа. По этой концепции свою государственную Абхазию не создали, ее привнесли древние греки, как культуру, городскую культуру, которые колонизовали Абхазии, создали колонны в Абхазии, где-то 8-7-6 века до н.е. Таким образом, там еще есть такой момент, что даже период Абхазского царства в 8-9 веке, социальная структура Абхазии представляется как чуть ли не родоплеменной строй. То есть политическое и культурное развитие абхазского народа по этой концепции стало возможным благодаря перманентным завоеваниям и колонизации Абхазии мировыми империями, начиная с древних времен, кончая с настоящих дней. Ну, правда, следует сказать, что непонятно по какому принципу из этих мировых держав, почетных, скажем так, цивилизаторов Абхазии вычленяется Хетская империя, Ахаменицкая Персия, Арабский халифат, Османская Турция. То есть с теми империями, которыми Абхазия в непосредственных связях и контактах тоже находилась. А авторы этой концепции не объясняют. Одним словом, по этой концепции отрицает способность абхазского народа на самостоятельное развитие без помощи извне более крупных держав и внедряется мысль, что он всегда был объектом истории. Данная концепция, как и грузинская концепция, рассматривает Абхазию как объект истории. Ну, в отличие от грузинской, которая рассматривает развитие Абхазии как объект истории Грузии, данная концепция рассматривает Абхазию как объект мировой истории, мировых держав и так далее. То есть в данном случае расширяются рамки, допустим, так, истории Абхазии. Ну, я сейчас не хотел бы так вот рассматривать ее на протяжении всей государственной, всей истории, влияние этой концепции, ну, в двух-трех словах, потому что это очень много времени займет, в двух-трех словах скажем, что, допустим, по этой концепции не признается государственность, например, в период Новой Иеры, допустим, 2-й, 3-й, 4-й век, если помните, там упоминается царство Аббазгов Абсилов, то есть, исходя из сообщений антических историков, там был царь, если есть царь, естественно, должно быть царь. Если царство, если должно быть государство. То есть, ну, исходя из того, что это были племена, а племена имели только вождей, то есть, не могли иметь царя. Но, кстати, странно, что именно по этой концепции получается, что у нас есть сведения антических источников о том, что Диаскурии построили древние греки. Ну, это сообщение принимается на веру, мы принимаем на веру, хотя археологические данные говорят о том, что задолго до появления греков на территории Диаскурии, где в Вешерах существовали уже поселения городского Таба, то есть, уже городские поселения существовали в Абхазии. То есть, это дают археологические наши раскопки. Можно сказать, что, да, вот когда, вот, если мы об этом говорим, мы должны четко представлять о том, что, занимая восточное причинноморье в древности, Абхазии, естественно, находились в непосредственных контактах, связях с народами Передней Азии. То есть, они, занимая эту территорию, они составляли один из узловых звеньев в системе коммуникации между Югом и Севером, и Востоком, и Западом. То есть, они устанавливали связи между различными локальными цивилизациями, передавали их недостыжения, передавали также свои инновации. То есть, в этом отношении, безусловно, еще в втором тысячелетии до нашей эры, в второй половине второй тысячелетии до нашей эры, древние наши предки, впоследствии, имели связь с переднеазиатскими цивилизациями. То есть, они были знакомы не только с городской культурой, но, естественно, были и культурой с государственностью. Второй, допустим, да, очень важный такой вопрос, который сейчас мы просто в двух словах коснемся, это Абхазское царство. Здесь, вот при рассмотрении этой тоже, как бы выдвигается, очень трудно, очень сложно отрицать существование Абхазского царства, на это нет никаких оснований. То есть, у нас, в общем, четкие источники, говорящие о том, что у нас было Абхазское царство. Но здесь тоже, значит, основной упор при освещении этого периода, основной упор делается на внешние факторы, якобы внешние благоприятные условия существовали. А также царь Леон находился в родственных связях с казахским каганатом и византийским императором. То есть, это повлияло, очень важно, повлияло на становление Абхазского царства. Безусловно, это имело место, но, естественно, это не главное. Главное становление государственности – это внутреннее развитие самого народа. В Абхазской историографии, скажем так, что именно вот эта концепция публично не подвергалась, в советский период уже существовало, публично не подвергалась критике. Главным образом, почему она не подвергалась публичной критике? Потому что основные силы абхазской исторической науки были направлены на борьбу с грузинской историографией. То есть, в отстаивании истории Абхазии против грузинской историографии. И в этой, в принципе, можно сказать, борьбе, это действительно была борьба, именно эта третья концепция являлась союзницей. То есть, она также выступала против претензий на грузинской историографии на Абхазию. Как освещается и как преподносится широкому кругу читателей история, особенно становление и развитие государственности, имеет не просто научное, не просто теоретическое значение, в общем, практическое, пригладное значение. Потому что такие исторические исследования, касающиеся государственности, они всегда приближены к настоящему. Понимаете? Они формируют национальное самосознание, конструируют общественное создание, то есть создают социальную реальность. Понимаете? В настоящее время. А какую социальную реальность, какое воздействие на национальное самосознание оказывают концепции, взгляды, которые отрицают самодостаточность абхазского народа, возможность и способность его самостоятельного развития? Я думаю, что, надеюсь, это всем понятно. Это не просто так, это просто демалиризует национальное самосознание. Люди теряют способности веры в свое будущее. Нет необходимости вообще встроить планы, стратегические планы на будущее своего государства, потому что это в любом случае будет привнесено извне. Именно такие концепции, именно такой взгляд, допустим, или другой взгляд, как они влияют на современное общество. Как, допустим, на наше абхазское общество сегодня, на наше государство. Как оно влияет? Давайте мы просто посмотрим этапы абхазской государственности. Не будем более ранние периоды, там начало новой эры и так далее, возьмем периоды абхазского царства. То есть это уже как бы установленное, установившееся в том, что в 7-8 веках было образовано абхазское царство. И это царство просуществовало непрерывно, то есть не царство, а государственность. Государственность, в разной форме государства там было, но государственность до 1864 года, до после окончания русско-кавказской войны, абхазская государственность была ликвидирована. В 1921 году, что произошло? Ну, наши историографы, мы обычно говорим о том, что в 1900 в Абхазии устанавливается советская власть, советская велика Абхазия. А в 1993 году мы завоевали независимость, и в 1994 году мы определили конституцию нового государства. И здесь возникает вопрос. Советская республика Абхазии, нынешняя республика Абхазия, в каком взаимоотношении, в каком отношении находится с абхазской государственностью? Советская республика Абхазии является правоприимницей абхазской государственности или нет? В нашей историографии мы говорим о том, что в 1921 году, 4 марта, была восстановлена абхазская государственность. Объясняется это тем, что, ну, в принципе, это была советская форма государства, действительно существовали там все формы государства, то есть весь механизм государства. То есть законодательная, исполнительная, судебная власть, то есть выборные органы были, то есть это, если посмотреть, то есть это все признаки государства. Но мы же с вами чуть выше говорили, что понятия государства и государственность не идентичны, неравнозначны, они-то разные понятия. Государственность что это? Это система взглядов, система идей, мировоззрений, духовно-нравственных устремлений народа. Вот что такое, то есть это, я еще раз говорю, это душа этого государства. Вот что такое. Я думаю, что любой человек сегодня в здравом уме не будет утверждать о том, что в 20-м году или в 21-м году система идей, взглядов абхазского народа были коммунистической идеей. Или вообще построение социалистического рая там государства. Не только в 20-м году, а после 70 лет. Что в 90-м году абхазского народа не было таких идей. Тогда почему мы говорим, что это восстановление абхазской государственности. Дальше этап. Нынешняя республика Абхазии. Нынешняя республика, как мы рассматриваем, правоприемницей какого она, какого государственности она является. У нас по умолчанию республика Абхазии является правоприемницей советской республики Абхазии. Правильно же? Правильно. Именно так мы ее воспринимаем. Вот где-то несколько месяцев назад, я просто удивился, я еще просто не могу не поделиться, Я прочитал в государственном органе республика Абхазии о том, что там один автор пишет о том, что он сетует, почему улица Ленина переименовали в улицу Леона. То есть этот человек не ставит вопрос, почему не стоит на улице Леона памятник Леону, царю Леону. Очень странно, очень удивительно выглядит, что наше общество путается неопределенным, вообще неопределенность в вопросе правоприемственности. Это очень беспокоит, очень беспокоит, но еще больше вызывает тревогу, озабоченность, то, что высшее руководство нашего государства также в этом вопросе абсолютно неопределено. То есть существует абсолютное непонимание. На этот вопрос можно было бы не обращать внимания, если бы она не была бы очень сверхважной, если бы она не была бы очень актуальной. Именно как мы ответим на этот вопрос, мы поймем, кто мы. Понимаете? Мы поймем, откуда мы и куда мы идем. Только тогда мы можем решить стоящие перед сегодня, перед Абхазским государством задачи. В акте государственной незамисимости Абхазии 1999 года и в принципе, установленных в Конституции, ни слова не сказано, что Республика Абхазия является правоприемницей Советской Республики Абхазии. Откуда тогда у нас и в наших мыслях, в наше сознание, что мы правоприемники именно этих государств? Я сейчас уже не говорю о том, что очень многие люди считают, что мы чуть ли не являемся правоприемником Российской империи. Если вы помните, очень много людей, общественность хотела поставить память им принцу Аль-Гермундскому. Помните? Да, то есть это как бы... И очень многие люди выступали и публично говорили, что они считают себя наследниками его администраторов царской колониальной администрации в Абхазии. То есть сейчас очень много примеров, сейчас можно принести, огромное количество примеров. Ложное понимание продолжателям каких государственных традиций, правоприемникам, каких государственных, каких государственных является Республика Абхазии, и еще раз повторяю, является одной из существенных, я бы сказал, даже главных причин, существующих ныне проблем строительства нашего современного Абхазского государства. Она не дает возможности правильного понимания логики политических процессов, которые сегодня происходят в Абхазии. И, может быть, будут происходить в Абхазии, да, эффективному отстаиванию также проблем, которые стоят перед внешним миром. Внешние проблемы тоже не может... Давайте возьмем пример. Если мы являемся... Абхазское государство является правоприемным Советским Союзом, то пробуем болезненную проблему, очень болезненная проблема для Абхазии, на этом она хорошо будет видна, проблема так называемых грузинских беженцев. Если Абхазия, Советская Абхазия была Советской, то есть это наше государство было, тогда Абхазская государственность, тогда это наши граждане были. Понимаете? Тогда наши. Мы тогда несем ответственность за то, что за Абхаз переселен строй. Кто переселял грузин в Абхазию? Советская власть, не Берия. Берия кто был представителем Советской власти? Понимаете? Переселяли... А руководители Абхазского государства, разве нет? Нет, дело не в фамилиях, дело никто. Там любая фамилия могла быть, там любой человек мог быть. То есть люди, которые переселяли, это была советская власть. То есть мы несем, это наши граждане, мы несем ответственность за них. В 1931 году как бы вошли в состав, значит, это по воле Сталина и так далее. Ну если бы в 1931 году, ну давайте вспомним, кто решал о вхождении в состав Грузии. Какой орган решил о вхождении Абхазии в состав Грузии? Верховный Совет Абхазии. Только после решения Верховного Совета Абхазии, высшего органа власти Абхазии, Верховный Совет Грузии дал согласие на включение Абхазии в состав Грузии. Тогда как это получается, да? Если это наше государство, если мы несем ответственность за советскую власть в Абхазии, мы должны нести ответственность за это. А если бы, ну в принципе я не думаю, что очень многие, практически все постсоветские республики, как бы они не считают себя правоприемницей советских республик. Единственное, вот Абхазия. Даже Россия, иногда она хотя бы взяла, что она считает, что она правоприемница, да? Но она объявила независимость, а потом День России тоже объявляет. То есть она объявила независимость Советского Союза. Если мы просто просмотрим, оставим те наслоения, которые существуют в нашей историографии, значит посмотрим на историю Абхазии, да, одним взглядом, то что мы с позиции, вот современные достижения исторической науки, что мы видим? То, что древняя история Абхазии, как и вообще кавказских народов, ну я имею ввиду древние, или говоря словами Арутюнова, известного этнолога, это исконно кавказские народы. Это вот относящиеся, обычно говорят, северо-кавказские языковые семьи, Абхазия, Адыги, Абхазия, Адыгская группа и Адагистанская группа, это народы неразрывными узами, связанными с древневосточными цивилизациями. Благодаря, в общем, да, вот все увеличиваемым сегодняшним новым материалам, новым научным открытиям, можно с полным астроном говорить о том, что предки наших народов являлись довольно значимым субъектом в истории мировой истории, в древней мировой истории. В те или иные периоды наши предки выступали зачинателями и главной движущей силой многих, многих начинаний, которые, значит, положили начало цивилизации. В общем, достаточно, давайте скажем, что вы, наверное, слышали, я не знаю, в последнее время очень многие уже появляются такие открытия, что Кавказ является родиной металлургии бронзы. Майконская культура. А металлургия железа, открывателем металлургии железа являются хаты, то есть являются непосредственными нашими ближайшими родственниками. То есть мы живем сегодня в век, в железный век, зачинателями открытия металлургии железного века, которые являются именно наши предки. Именно от абхаза-дыга-хатского названия железа происходит название железа во всех языках мира. То есть это уже доказанный факт, известный. То есть металлургия, само металлургия из хавалки. Это пишут не абхазские историки, это пишут зарубежные историки. Именно предки из кунокавказских, но наших предки, стояли у истоков таких древнейших государств, как Херцкая, Метанистская, Урарская. Это мировые державы. В первом тысячелетии мы имеем, в первом тысячелетии у нас возникает, например, на восточном побережье, где, по всем данным, по всем данным, которые, да, сегодня мы обладаем материалом, где проживали абхазиадыгские, хатские, вообще абхазиадыга-хатская и токультурная общность. В первом тысячелетии до нашей эры, там уже они уже, абхазия, адыгия, хат, естественно, уже были разделены, выделены, самостоятельными субъектами они были. Возникает колхидское царство, очень многие абхазские историки считают, что колхидское царство, это было, проживали там древние абхазские времена. И сегодня очень много материалов, которые свидетельствуют обетом, которые скоро будут проанализированы, представлены широким кругом читателями. После падения, после развала колхиды, на этой же территории возникают государственные образования. Апсилы, абхазги, лази, гениохи, махилоны. На этой же территории, после того, как в начале новой эры под натиском Рима колхидская царство распалась. То есть, это же царство, это же государственные образования ведут борьбу против внешних, против Рима, Византии, Персии, арабского халифата. Одновременно между собой за гегемонию и в раннем средневековье создается мощное абхазское государство. Формируется абхазский народ, создается абхазское государство. И это государство на протяжении 2200-2300 лет существует непрерывно, я повторяю, государственность непрерывно существует. И мы знаем, что четыре династии, когда Баграта II прошел по матери абхазец, по отцу Багратид, хотя он из грузинских Багратидов, обычно говорят, что абхазское царство превратилось в грузинское царство. Ну, это абсурд, не бывает. А национальность династии, национальность царя, императора, не определяется его этнической принадлежностью, она определяется национальной принадлежностью государства, где он царствует. В противном случае надо было пересмотреть всю мировую историю. Византийскую меру 100-200 лет армянские династии, булгарские династии господствовали. Теперь что, мы должны считать, что это невизантийская император или армянская император? А Екатерина II кто была? Немка. Мы не можем говорить, что Россия была немецким государством. То есть, когда в историографии такое создается, она внедряется в массу, и она как-то возникает такие определенные стереотипы. То есть, мы можем говорить о том, что непрерывная государственность до 1864 года, мы потеряли тогда государственность. С этого момента идет борьба. Бхазский народ в 1866 году, в 1777-1878, то есть идет борьба, происходит борьба за восстановление своей государственности. Была попытка в 1818 году, была советская власть, была установлена, в советский период была борьба, шла борьба, свинительная борьба. Именно только в 1993 году Абхазия добилась вооруженным путем в освободительной войне своей независимости и свободы. В 1994 году была принята Конституция, в 1999 году принят акт о государственной независимости. То есть, мы что должны были делать? Начать восстанавливать процесс восстановления абхазской государственности. Начали мы или не начали? Пока мы еще не начали. Процесс восстановления абхазской государственности. Мы уже 20 лет живем в независимом государстве. Но мы живем в непрерывном политическом кризисе, экономическом кризисе, нравственном кризисе. Безусловно, есть очень большие объективные внешние причины, внутренние причины и так далее. Это здесь умалят этих значений нельзя. Но, а почему у нас законы не действуют? Почему? У нас прекрасные законы, у нас прекрасная Конституция. Она соответствует международному стандарту. Почему мы не слушаемся? Еще интересно. Почему другие этнические группы, которые проживают в Абхазии, они больше законопослушны, чем Абхазия? Ну, вся кто-то скажет, что там родственные связи, клановые, там Абхазия между собой решает и так далее. Возможно, но это второстепенно, не это главное. Не это главное. Главное в том, что государство, механизм нашего нынешнего государства, система государственной власти не соответствует нашей государственности. Мы уже с вами говорили, что такое государственность. Системой наших взглядов, нашим духовно-нравственным воззрением, нашим идеям, идеологии. Ну, когда мы так говорим, кто скажет? А где наша идеология? А каковы наши идеи? А каковы наши взгляды? Это вот, то есть, вы понимаете, вы не то, что наши, значит, да, вот система наших взглядов, то есть народ, который победил, создал свое, хочет восстановить свое государство, действует в этом государстве, но мы их даже не знаем. Мы их даже не ставим в вопрос о создании. Мы очень много раз говорим, необходима национальная идея, государственная идеология, да, но у нас их нет. Вы знаете, ну, так говорится, да, может быть, есть вот Кузьма Притков, там, ему приписывают очень многие афоризмы, очень многие, ну, такой афоризм есть, очень многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, наш ум слаб, а то, что эти вещи не входят в круг наших понятий. Мы просто их не замечаем. Мы сегодня говорим, что у нас нет национальной идеи, нет идеологии. Есть эти национальные идеи. Эти национальные идеи перманентно озвучивались на протяжении 20 лет. Ни одна, ни две, ни три. Если дело, ну, просто непонимание, то есть, то, что они не входят в круг наших понятий, особенно тех людей, которые берут на себя ответственность за судьбу народа и идут во власть. Вся структура власти создается не просто, чтобы вот это упорядочить, создать правовое поле жизни народа, но для того, чтобы защитить эти законы, внутренние законы, от других законов соседних государств, чтобы эти законы не действовали на этой территории. Понимаете? То есть это очень важный момент. И причем-то она всегда, к сожалению, опускается. Модель государства, это какой-либо... Мы сейчас говорим на самом деле о том, что какую государство мы хотим сделать. Парламентскую, президентскую, там, смешивая, я не знаю, каким видом власти какую самостоятельность мы дадим, да? Она, это государство, это просто механизм, она ничего не даст, то есть содержание должно. То есть какова идея, каковы цели этой механизмы? Механизм – это претворение в жизни наших целей государства, то есть нашей государственности. То есть для чего нам это государство нужно? Понимаете? То есть мы вот сейчас еще, если даже мы возьмем, вот на примере, язык абхазский. Мы всегда говорим, надо сохранить абхазский язык. Я, например, считаю, с самой даже постановкой вопроса «сохранить абхазский язык» язык в такой постановке. Мы уничтожаем свой язык. Что значит вообще «сохранить язык»? Если мы даже создадим законы, я знаю, допустим, да, кто-нибудь говорит на абхазском языке, будем сажать на 10 лет, никто не будет учить абхазский язык. Мы просто должны обеспечить, для чего нужен язык, условия. Для чего нужен язык? Нужен для коммуникации. Язык нужен для проявления культуры человека, его духовной нравственности, да, его духовной культуры человека, да. А в государстве, чтобы она функционировала, государство должно отражать, то есть душа, государственность, душа, государство должно отражать культуру этого народа. В основе этого государства должна лежать культура этого народа. Какая культура сегодня лежит в основе республики Абхазии? Кто может сказать? Никто не может сказать. Никто не знает. Мы даже не думали об этом. Если мы так берем, допустим, да, вот мы в основе абхазской, абхазской государства должна лежать национальная культура Абхазии. В основе языка. И там будет уже задействован язык. Если ты озвучиваешь национальные интересы, если ты говоришь об абхазских национальных интересах, ты уже считаешься радикалом. Мы даже до этого дошли. А вот наши устои, наши моральные устои, наши традиции, наши обычаи, вот когда мы говорим, это архаизм, это не архаизм. Мы же говорим, что мы имели непрерывную государственность на протяжении тысячи лет. А когда формировались и шлифовались наши традиции и обычаи? В рамках государства. В рамках государственности. Значит, что это означает? Наши обычаи и традиции – это государственные традиции. Это государственные обычаи. Наш язык – это государственный язык. И культура наша – это государственная культура, которая будет восприниматься всеми этническими группами. Пока мы не решим вот этот вопрос, что мы хотим, мы не построим государство. У нас очень мало времени. Очень мало времени. Сегодня я, например, у населения, даже в Абхазии, очень много людей, которые… Деморализация. Моральная. Люди потеряли веру в свое будущее. Они считают, что мы не можем… Даже человек, который активный участник национально-освободительной борьбы афханского народа, публично выступая, говорит о том, что мы не смогли создать государство. У нас нет государства, поэтому мы должны передать свои функции, государственные функции, соседнему государству. Если мы действительно хотим построить независимое государство, а мы хотим построить независимое государство, и мы построили это государство, для этого к этому шли тысячи лет наши великие предки, просто должны быть достойными своих предков. Еще раз, вот это то, что соединяет нас, пхазский народ, как единая целостная морально-этическая история, да, нашей традиции, вот разнообразные обычаи, их надо свести, привести в соответствие со стандартом, международными нормами, ввести законодательную основу государства. Понимаете? Только тогда, только в этом случае, пхазская культура, пхазский язык, только в этом случае, когда вот душевные, да, духовные устремления народа, когда отражаются в государстве, они все будут выполнять законы. Все мы будем выполнять законы, и будем жить по этим законам. Только, чтобы вот это государство, механизм, и наша государственность должны быть соответствующие. Для этого созвать весь научный потенциал Абхазии, сегодня весь научный потенциал, создать научную базу, год, два года, больше времени нету, и создать, именно изучить, исследовать вот эти наши устои, привести их в соответствие, одновременно исследовать такие же устои этнических групп, которые проживают в Абхазии, и начать строительство Абхазского государства. Со строительства Абхазской нации, в политическом смысле. Понимаете? То есть, мы сегодня говорим о том, что будем интегрироваться в другое государство. Но вообще-то интеграция, да, вот идет глобализация. Ну, представьте себе, в каком сегодня состоянии находится абхазское общество. Экономическая интеграция внутри Абхазии есть? Какая-то экономическая база есть, которая будет интегрироваться, допустим, с соседним государственным, допустим, да, с соседним народом? Есть? Нет. Политическая интеграция есть? Нет. Вообще-то у нас даже информационного единого поля нет в Абхазии. Для того, чтобы с чем-то, с кем-то интегрироваться, мы сами должны сперва интегрироваться в себя, создать единое, целое общество. Только тогда вообще можно будет говорить о каком-то интеграции с другим государством. В нынешних условиях интеграция – это разрыв, и так разорванного абхазского общества на куски. Вот что это означает. Мы должны понять, что вот наше политическое будущее сегодня зависит от того, насколько мы вот наши, нашу культуру, нашу экономику, наше политическое самосознание, экономическое сознание, вот это переведем на современный язык. Сможем ли мы это сделать? У нас есть потенциал. У нас есть огромный потенциал, который даст возможность. Но для этого нужна, безусловно, воля, политическое руководство Абхазии. Что вы думаете, что должно сейчас происходить в Абхазии, чтобы государство стало восстанавливаться? Вы сказали, что за 20 лет пока что мы не начали полноценное строительство государства. Спасибо. Очень приятно. Мне тоже очень приятно. Яркий пример того, что у нас прекрасное будущее. Когда по закону, что-то не решается, люди начинают говорить, мы псолы хацби. По-абхазски это псорла. Псолы хацби. Вот наши законы. Понимаете? Вот в чем дело. То есть высшее для абхазца, высшее псола решить по-абхазски, высшее этого нет. Это есть наши государственные традиции. Вот эти государственные традиции, то, что обозначает нашу государственность, они должны введены в законодательность. Законодательные должны быть закреплены и они должны быть законами. Тогда никаких проблем не будет. Это один из первых шагов. Так очень много, но это главный шаг, который мы сегодня должны сделать. Яна Агарба, кафедра истории России и зарубежных стран. Меня интересует такой вопрос. Вы сказали, что у нас мало времени, есть всего лишь год-два для выработки концепции, чтобы мы смогли сохранить свою государственность. Как Вы считаете, есть ли у нас в современных условиях сейчас в свете обсуждающихся вопросов о договоре, интеграции и так далее эти два года? И что нам делать? Я считаю, что новое руководство первым долгом они должны заняться именно с созданием научной базы по реформам. Научной базы вот это вот изучение, исследование устоев нашего народа. Не только нашего народа, но и всех всонаселений, которые занимаются. Наш народ на протяжении тысячелетней своей истории находился еще в худших условиях, но с честью выходили. Я думаю, что мы сегодня тоже с честью выйдем, не уравнив свое достоинство. Я тоже на это надеюсь, но я считаю, что абхазская интеллигенция в ответе за создание общественного мнения. Я думаю, она не будет молчалива в данной ситуации. Ну, это Аксюма. Кафедра истории Абхазии, истории археологии и этнологии Абхазии. Хотела бы спросить, могли бы Вы привести удачный пример, например, как абхазский народ, каковый, или другой народ, на примере другого народа, как абхазский маленький народ, где смогли совместить компактно те традиции с государственностью, чтобы учитывались интересы одного и другого? Смогли ли? Смогли ли? Есть ли такие государства и маленький народ, как абхазский, где вот это все могло совместить? Значит, государство Швейцария, там три кантона, каждый, там итальянцы, французы, немцы, они все живут по своей ментальности, у них законы и их ментальности. Зачем далеко ходить? Возьмите штаты, американские штаты, они все, народно все, возьмите Бельгию, там Фландрия, то есть это, они живут по своим, то есть они создали те структуры, те механизмы государства, которые соответствуют их ментальности. Если большое государство пытается контролировать ресурсы этой страны, маленькой страны, это очень важно, тогда уже это сложные проблемы. Контролировать ресурсы. Ресурсы своей страны, маленький, небольшой, народ должен контролировать сам. Только тогда он может создать. Это основа основ. То есть, например, в Абхазии, если мы не будем контролировать свои ресурсы, тут или еще вообще не может идти, что какое-то государство, государственное статусе. Самое ценное, что можно получить, извлечь из этой лекции, это то, что мы должны воспитывать и молодое поколение, и в целом общество думающие. Это как раз-таки такое направление в науке, когда не просто усваиваются знания, информация, факты, а когда как раз-таки акцентируется внимание на осмысливание очень важных моментов, процессов в развитии народа и государства. Отдельные положения, которые прозвучали в лекции, их можно оспорить, да, можно поспорить с автором, но ключевые моменты, которые были озвучены, с моей точки зрения, они нуждаются, или они заслуживают внимания и быть предметом для обсуждения, как раз-таки, скажем так, профессионалами. Задачи, которые ставятся в результате всего этого перед нашим обществом и народом, они очень сложные и глобальные. В таких случаях вообще ответственность основная должна ложиться на плечи политической элиты и интеллигенции. Но исходя из своего видения современного состояния нашего общества и интеллигенции, и политической элиты, могу сказать, что, к сожалению, интеллигенция, которая была главным оплотом, инструментом реализации наших национальных идей, каковой была интеллигенция абхазской с 70-х, 80-х годов, при нашей разобщенности в течение двух десятка лет, сможет ли интеллигенция наша, сможет ли политическая элита эту ответственность потянуть, чтобы мы не были раздавлены под грузом этой очень большой ответственности, потому что способность государственному творчеству, я думаю, что вы со мной согласитесь, это очень сложное дело, это, конечно, результат, я понимаю, длительного развития, но эта способность государственному творчеству проявилась и проявляется не у всех народов, и поэтому даже многомиллионные народы без государства и государственности, но мне кажется, что мы все же не на пороге государственности, не на пороге государства, мы давно в них живем и вжились, но попытаться в этих глобальных и сложных условиях создать собственное государство не просто по форме, но и по содержанию, это вот задача, которая стоит сегодня перед обществом. Хочется, чтобы думающая живая сила нашей нации и на этом этапе достойно защитила интересы нашего государства. Спасибо вам большое, это была кафедра. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо.